И вновь доброе утро. Продолжается программа Утро ТВ. Отправляясь в отпуск или на дачу, мы с легким сердцем закрываем дверь квартиры, не думаем уже ни о каких опасностях, которые нас могут предостерегать, подстерегать и все-таки уезжаем из города на недельку, а то может быть и на две, а некоторые и на месяц. Так вот, уверены ли вы, что без вашего ведома, ваше отсутствие к вам кто-нибудь не наведается, неожиданный? Каким образом обезопасить свою квартиру на время вашего отсутствия? Мы побеседуем с Сергеем Поляковым, начальником отделения по борьбе с квартирными кражами УМВД по Екатеринбургу. Человек, который, в общем, знает о квартирных ворах, наверное, больше, чем кто-либо в этом городе. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Поделитесь опытом, лично вы, как свою квартиру бережете? Ну, на первоначальном этапе я бы посоветовал, значит, поставить сейфовую дверь с двумя различными замками разнотипными. Ну, и если вам позволяет финансовые возможности, то есть оборудовать квартиру охранной сигнализации. Скажите, сейфовая дверь, это что, это просто металлическая дверь имеется в виду, либо что у нее штыри во все стороны? Да, это металлическая дверь, она может быть из различных типов металлов, может быть и бронированная со штырями в четыре направления. То есть по-прежнему это остается, так скажем, самая безопасная дверь, да? Сейф-дверь, да, то есть это более повышенный класс защищенности, если сравнивать с металлическими дверями костерного производства, тем более с деревянными дверями. Понятно. Расскажите про окна. Вот существует такое мнение, что пластиковые окна, они лучше защищают от проникновения извне недобрых людей, чем обычные деревянные. Это не панацея, в принципе, как и пластиковые окна, так и обычные окна не открываются элементарно легко, то есть это... Нет никаких защищенных? Нету приоритета, ну я бы не сказал. Просто я знаю, что часто рекламируется, когда вот оконные фирмы, у нас там ворозащитная фурнитура какая-то. А каким образом? Я не знаю. Суды по статистике, пластиковые окна у нас подвержены проникновениям. Точно так же лазят в окна. А в каком районе города больше всего квартирных краж? Наиболее у нас поражен Роженикидзовский район, в частности микрорайон Уралмаш. Там совершено порядка, ну если забрать общий вал преступлений, то есть порядка 30% квартирных краж. 30% от всего города? От всего города. Ничего себе. Ну то есть это обеспечено тем, что это один из наиболее населенных районов, крупных районов. Понятно. А какие промахи допускают хозяева вот этих вот самых квартир? Ну когда люди уезжают на длительное время в отпуск, то есть я бы как бы советовал, чтобы они ставили известность в свой круг общения. То есть знакомых, родственников, чтобы посещали квартиру желательно хотя бы раз в сутки. То есть если человек уезжает на длительное время, то есть об этом никто не знает, совершается квартирная кража, и квартира находится длительное время открытой, то есть ее могут повторно обокрасить уже практически. Но с другой стороны, наверное, наоборот, информацию о вашем отсутствии нужно от каких-то посторонних людей как-то сокрыть. От посторонних людей, естественно, скрывать, то есть у вас весь подъезд не должен знать, что вы собираетесь в отпуск. Ну а как тут не узнаешь, когда машина, чемоданы выносятся, там такси подъехало, сразу видно, люди далеко и надолго уезжают. Ну как-то постепенно это как-то все-то завуалировать, то что вот мы уезжаем на длительное время, бабушки в гости, вечером вернемся, то есть типа так. А остальные, ну то есть ваши родственники должны знать, что вы уехали на длительное время и как бы наблюдают за вашей квартирой. А еще вот, знаешь, говорят, надо развесить какое-нибудь белье на балконе, вот чтобы якобы вот там, ну, жизнь идет. И соседу приходить торшер включать в каждый вечер. Свет включать периодически. Любая квартира может привлечь квартирных воров, либо все-таки, вы знаете, люди говорят, да что там у меня красят, ко мне никогда не полезут. В принципе, любая квартира, то есть жулики специализируются каждый по своему способу. Если злодей видит, то что он может проникнуть в эту квартиру, то есть эта квартира подходит под его способ проникновения, то есть в принципе любая квартира может стать объектом. Потому что я знаю, что вот вы говорите, сейф двери поставить, но иногда как раз сейф двери, они привлекают внимание. Ну, сейчас новостройки, они все оборудованы сейф дверями, то есть практически у нас 90% сейф дверей сейчас в городе. Если доверить охрану своей квартиры кому-то, как выбрать охранную компанию, которой бы можно было доверять? Ну, охранную компанию я бы посоветовал все-таки посмотреть отзывы в интернете, то есть их многое количество. То есть, в первую очередь, я, наверное, посоветовал обратиться в отдел неудачной охраны. Все-таки государственная структура более ответственная, то есть это все подходит у нас. Каким образом охраняется квартира? Это сигнализация проводится какая-то? Набор услуг очень большой, то есть сигнализация как на открытие окна, как на открытие двери, как объемная сигнализация, то есть на движение. То есть все зависит от финансовых возможностей. Ну и чтобы какой-то итог нашему разговору подвести, сейчас многие зрители собираются на работу в ранний час, что нужно сделать перед уходом? Ну, перед уходом обязательно закрыть входную дверь на все замки, которые у вас имеются, значит, закрыть окна, если у вас крайние этажи, поставить на охранную сигнализацию, если у вас квартира обладута на охранной сигнализации. И я бы посоветовал, если у вас какие-то накопления дома хранятся, все-таки отнести их в Сбербанк и положить на насчет. Не хранить дом. Не хранить дом, конечно. Логично, на самом деле, даже если проникнуть, чтобы урон был не столь велик, и не так радовались мошенники, которые это сделают. Спасибо большое, Сергей Поляков, начальник отделения по борьбе с квартирными кражами УМВД по Екатеринбургу, был сегодня у нас в гостях. Говорили о том, как уберечь свою квартиру от воров. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а после вернемся в эту столь же, и настанет очередь в Викторины. Спасибо.